Сегодня отмечается день рождения слова «Окей». Именно 23 марта в 1839 году оно впервые появилось на страницах американской газеты. Со временем это выражение стало популярно во многих странах мира. Сейчас «Окей» признана самым распространенным иностранным словом на планете. А вот насколько часто его в своей речи используют люберчане, и как относятся филологи к употреблению иностранного восклицания, знает Луиза Эгиазарян. Да, давай, договорились. Окей. Ну окей, все нормально. Маленькое, но емкое слово с большим количеством значений. «Окей» – это и согласие, и одобрение, и подтверждение, а также короткий сигнал – все хорошо. Русский язык, он толерантный к другим языкам, он впитывает все. Что не нужно, он потом выплевывает, выкидывает. Но слово «окей» русский язык пока не выкинул. Особенно популярно оно в письменных сообщениях. Часто ли вы употребляете слово «окей» в своей речи, в письме? Часто. Нет, не часто. В письме ты же по-любому пишешь. Ну, в смс-ке – да. А в слух не часто. В слух не часто, да. Да. Почти все время. Нравится эта слово? Ну, коротко и ясно. Ни разу не употребляю. В своем лексиконе отсутствует у меня. Окей. Когда я пишу в переписке, и чтобы омолодить свое сообщение, я пишу иногда «ок». Хотя в устной речи я его сам лично не использую или стараюсь использовать. Ну, очень редко. Главное, говорит филолог, знать меру в использовании этого высказывания. Ведь в русском языке порядка 30 синонимов к слову «окей». Его востребованность можно объяснить удобством и универсальностью. Вам кажется, наверное, «е», что слово «окей» немножко по слову «паразит», которое заменяет междометие. Да, но люди, для которых это слово «паразит», они не сильно заботятся о развитии своей речи. В целом специалисты не видят ничего плохого в использовании иностранных слов. Напротив, они делают язык богаче и разнообразнее. Мнения жителей по этому поводу также разделились. Мы патриоты, мы можем отказаться от американских слов. Только русская речь. Много заимствованных иностранных слов у нас. Ничего плохого не вижу. Ну, окей, это хорошо. Типа. А так я не знаю. Она иностранная мне не нравится. В общем, вывод такой. Произносить иностранные слова или нет – личное дело каждого. Главное, чтобы у всех все было окей. Свет, я уйду на полдня. Окей, но это я слово говорю только потому, что мы снимаем такой сюжет. Обычно я говорю «хорошо». Луиза Игазарян, Дмитрий Родзянко, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.